Пешеходы вязнут в грязи во дворах микрорайона Тихий Зори. Тропинки посыпали на выходных, тогда же ударило первое потепление. Но радость от комфортной погоды перебивает месиво под ногами. Наледи нет, зато теперь у людей другие проблемы. Люди заходят, но они в принципе на лед не отрихают. Конечно, вся грязь в магазине. Очень много камней, тут такая смесь, камни крупные, но тяжело утром. Весна еще не пришла, а грязь уже на всех тротуарах города. Все это происходит в основном из-за песчаной соляной смеси, которыми сейчас сыпят наши дорожки. А потом все это мы с вами тянем к себе в квартиры. Да, на обуви липнет, везде грязь. Обувь это вообще нечто становится. Нынче вообще ужас, по-другому не сказать. Дорожники говорят, грязь появляется из-за противогололедной посыпки. Чтобы убрать ее с дорог и тротуаров, по весне потребуется несколько месяцев. У меня пыль осталась на руке, это то, что у нас потом все в городе. Это, знаете, я всегда так говорю, мы всю зиму сыпем, потом всю весну это собираем. Сами себе создаем работу. Говорят, что раньше сыпали реагенты и были чище дороги. Правда? Вполне, да, это можно взять. Надо за основу брать такие вещи. Я думаю, что целесообразно. Сыпать реагенты? Конечно, наверное, так. Ужу обувь можно почистить, привезти в нормальную. Сейчас часто приходится мытьем? Да, по каждый раз. Но вот когда снежок выпал, нормально. А сейчас грязь, приходишь, конечно, чистить надо. В дом же не понесешь грязь. Весной, когда снег стает, из-за зимней посыпки дорог песком, еще добавится пыль. А дорожникам придется чистить забитые ливневки. Но это потом. А пока в отдельных районах люди еще жалуются на гололед. Получается округоворот несчастий. Либо грязь, либо скользко, либо реагенты. Вы знаете, уже надоело в 2-0 опять звонить. И везде и всюду. Миллион раз давала заявок от парашютной 2 прочистить. Да парашютной 64, пешеходный тротуар. Возле второго маленько почистили. А там как лежал налить, так она лежит. Ну это-то хоть, конечно, маленько. Говорят, что раньше, когда там реагентами какие-то высыпали, не было такой грязи. Правда же? Ну, в самом собой. Нет. Это же выходное положение. Для работы реагентов на улице сейчас самая комфортная погода, говорят специалисты. А по прогнозу синоптиков, она будет таковой всю неделю. Во вторник и в среду днем минус 3. В четверг минус 4. В пятницу самый теплый день, всего минус 2 градуса. По ночам будет прохладно от минус 10 до минус 16. С новой недели красноярцы, наконец, вдохнули полной грудью. Режим НМУ сняли. Последний длился почти трое суток. Хуже всего ситуация была 2 февраля. Мы в администрации Свердловского района. И именно здесь, в пятницу, было зафиксировано самое большое превышение вредных примесей по городу. Примерно в 5 раз была превышена концентрация, ровно как и в Кировском районе. Чуть полегче дышалось в Черемушках. Там превышение было в 3 раза допустимой нормы. И на третьем месте, в антирейтинге, микрорайон Солнечный. Там воздух был в 2 раза грязнее допустимой нормы. Странно, что у нас вообще есть норма на загрязнение воздуха. Но, тем не менее, он сегодня в Красноярске чист. Ветер с порывами до 19 метров в секунду об этом позаботился. Но не факт, что режим НМУ не вернется к нам на этой рабочей неделе. Завтра днем ветер максимум 6 метров в секунду, прогнозируют синоптики. Послезавтра и вовсе 3. Есть и хорошие новости. Есть вероятность, что выходные точно будут чистыми и прозрачными. Так как порывы ветра будут больше 20 метров в секунду. Стефания Микишева, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.